Субтитры создавал DimaTorzok Костянопольский патриарх, они износили икону Божией Матери, когда нападали на них, и сарацины, и скифы, и агарь, и Божья Матерь, после крестного хода, Риза Божьей Матери погружалась в воду, и вода бурлила, и чудесным образом корабли, все которые нападали на Костянополь, они тонули. И здесь также потерпевы поражения и скифское войско, которые возглавляли аскольд. И Святая Церковь вспоминает это также во всей Православной Церкви, этот день стал субботой Акафиста, поскольку Божией Матери она покрывает и помогает всем, кто к ней с верой обращается. И много таких примеров мы видим из истории нашей России, и в то же время она является покровительницей нашего государства Российской Божией Матери. И Святая Церковь вспоминает в этот день еще Матрину Солонскую, старец, которая постоянно посещала храм, и будучи рабой в одной иудеинке, она много претерпела за веру, потому что хотела обратить ее в свою веру, и запрещала, когда узнав, что она христианка, она начала даже бить ее, и поскольку это ничего не помогало, она даже связанная у себя в комнате, исполняла все молитвы, которые необходимо молилась. И тогда она ее почти до смерти убила, закрыла, где она и умерла, и выбросила ее тело. И жители, христиане взяли и погребли ее, и в честь ее построен храм в Солоне. Это научает нас тому, чтобы мы посещали храм Божий. Храм Божий – это особое место. Господь, хоть дух просит, он везде присутствует, но особое место он избирает. Храм молитвы, храм, где два или три собраны во имя ее, то я посреди их, говорит сам Господь. И поэтому, кроме Божьим, и благодать Святого Духа, который анимационное врачует и оскудевающе восполняет. И она зовет нас, это училище благочестия, куда мы приходим и научаемся, как получить спасение, как избавиться от нашей греховности. Это и обитель, в которой мы также находим отдохновение от всех скорбей, и храм Божий. Поэтому нужно не забывать и посещать его. И Святая Церковь на этой неделе вспоминает также Марию Египетскую. Эта неделя и называется Мария Египетская, где говорится о том, что она какая была большая грешница. И в то же время она через покаяние, через молитвы достигла высокой святости. И Святая Церковь предлагает нам в этот день евангельское чтение, в котором повествуется, «Когда они были в пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, и они ужасались, и следы за ним были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Заведеевы, Иаков и Иоанна, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал, «Что хотите, чтобы я сделал для вас?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав десять, начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав им, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». В этом Евангелии говорится уже от пути в Иерусалим, куда он идет на свои крестные страдания. А ученики они не понимали, еще бы когда Святого Духа не сошла на них. И они думали, что он будет царем воцариться и будет царствовать над миром. Поэтому и ученики Иаков и Иоанн обращаются с просьбой, чтобы сесть по правую и по левую сторону. А он говорит, что вы не знаете, что вы просите, потому что он же видел Голгофу, он видел распятие. И если они по правую и по левую сторону, значит между разбойниками разместятся. Поэтому мы также должны просить у Господа только все, что необходимо на пользу человеку, что необходимо для спасения, потому что мы и просим, да будет воля Твоя, Господи. То есть свою волю нужно покорить воле Божией, потому что Господь хочет всем нам спастись и в раз истинной прийти. Поэтому будем стремиться. И Господь далее научает, что хочет кто первый быть, да будет слугой. То есть нужно послужить ближнему, потому что он тоже пришел Господь послужить и спасти погибшее. Поэтому и будем подражать Господу и стремиться, потому что он не сказал, что царство мое нет мира сего. И если в мире князья, они подчиняются им, то вы должны показывать пример, быть наоборот, служить ближним. И в эту пятницу мы заканчиваем уже Святую Четыридесятницу. Святая Четыридесятница, которая как раз в эту пятницу заканчивается, и здесь уже мы переходим к Страстной Седмице. Приходим к неделе, к субботе в Газаревой и затем в Страстной Седмице. И таким образом, пройдя Святую Четыридесятницу, мы будем еще просить Господа, чтобы Он удастся у нас через дни Страстной Седмицы еще ближе приближиться к Нему, прищившись в Святых Таин и встретить Пасху Христову. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok